Добрый день, дорогие слушатели. Прежде чем начать с лекарственного лечения, хотел бы сказать, где мы можем применять на сегодняшний день лекарственное лечение. Лекарственное лечение при меланоме применяется при заболеваниях высокого риска, даже после хирургического лечения. Это профилактическая или адювантная терапия со стадии 2-й, B на 3-й стадии. И применяется как самостоятельный основной метод лекарственного лечения при 4-й стадии заболевания. Что у нас есть в арсенале? У нас на сегодняшний день в арсенале есть принципиально 3 метода лечения на дезиминированной стадии и 2 метода лечения в профилактическом режиме. Это в первую очередь иммунотерапия и так называемая таргетная терапия, для пациентов, у которых есть мутация в генебраф активирующая. И на второй план уходит в профилактическом режиме это применение интерферона альфа и при метастатическом процессе это применение химиотерапии. Тем не менее, это все активные опции, которые на сегодняшний день существуют, используются для лечения пациентов. В чем особенности таргетной терапии? Ну, таргетное слово «цель» у нас должна быть целевая мишень для этой терапии в опухоли. То есть это брафмутация. Это довольно частое явление. Ну, где-то 60% нашего населения из больных меланомы имеют вот эту мутацию именно. Причем она возникает даже не столько в опухоли, сколько еще до того, как клетка стала опухолевой. И есть во всех опухолевых клетках. То есть ее повторно тестировать не надо. Если ее один раз определили, она навсегда остается. В чем плюс от этого лечения? Ну, то вы можете посмотреть, какая динамика симптомов и состояние пациента. То есть после начала терапии мы очень быстро получаем улучшение симптомов, уменьшение активности опухолевого процесса, чуть медленнее мы получаем снижение опухолевой массы. И довольно-таки быстро наблюдается улучшение общего состояния пациентов. В чем минусы? Минусы в том, что такой вот эффект, он не длится долго. И лишь у небольшого количества пациентов это действительно очень долгий эффект. Хотя в целом средняя длительность эффекта при комбинированной терапии превышает год. То есть это где-то полтора года лечения. По частоте. Да, это лечение, которое помогает большинству пациентов сразу. Очень мало, маленький процент пациентов, до 100% клинического эффекта доходит, у которых мы не видим ответа реально на комбинированную терапию, которая на сегодняшний день является предпочтительной. Что касается иммунотерапии, это вторая глобальная такая ветка в лечении меланомы, на которую у нас пациенты обычно очень хотят попасть, и, скажем так, на которую возлакают большие надежды. Ну, понятно, что здесь очень благоприятный такой принцип, да, мы должны настроить организм на то, чтобы он сам боролся с опухолью. И мы его каким-то образом, с помощью различных лекарственных воздействий, пытаемся направить в этом направлении. Но надо понимать, что иммунная система – это не система борьбы с захватчиками какая-то, как мы привыкли давно думать. Это не система защиты организма, это система управления организмом. Там есть различное большое количество разных клеток, которые работают в иммунной системе, которые одни отвечают за противоинфекционный иммунитет, другие контролируют опухолевые процессы, третьи регулируют внутреннюю среду, четвертые надзирают над всеми этими оставшимися клетками. В общем, это такой большой и сложный механизм, в котором есть разные фракции, и он, как регулятор, может делать и хорошо, и плохо. Кто у нас есть? У нас есть эффекторы, специфические и не специфические. Это своего рода такой спецназ или милиция, которая регулирует процесс и постоянство внутренней среды. У нас есть регуляторы, своего рода чиновники, которые всем этим управляют. И у нас есть интеген-презентирующие клетки, которые обучают все группы предыдущих клеток, как надо работать. И вот воздействуя на какие-то из этих клеток, мы можем и достичь, собственно говоря, какого-то противоопухолевого эффекта. Почему, если иммунная система вроде как умеет бороться с раком, она может увидеть рак, она может уничтожить рак, почему этого не происходит? Это не происходит, потому что опухоль маскируется, у нее могут быть на поверхности не такие сильные антигены, то есть иммунная система просто их не распознает. Она может защищаться всякими сигналами в духе «не ешь меня», то есть когда иммунная система опухоль видит, но опухоль умеет отключать клетки иммунной системы. И в некоторых случаях получается так, что мутация этого опухоля происходит, а иммунная система физически не имеет возможности ее распознать, то есть она в слепой зоне происходит. И в этой ситуации иммунная система вообще никак не реагирует на опухоль. Плюс, если опухоли просто много физически, то она побеждает числом, а не качеством, и безусловно, вот такая большая активная опухоль, она способствует развитию иммуносупрессии, с которой можно побороться. Ну и на все это мы можем повоздействовать. У нас есть механизмы, как снять маскировку, как обучить клетки и как воздействовать на своего рода коррупцию, когда иммунная система вообще способствует развитию рака. Какие у нас есть особенности? Ну, во-первых, иммунная система – это сложный механизм, чтобы его развернуть, нам нужно время. Поэтому иммунотерапия – это не средство немедленной помощи, это средство, которое требует длительного времени в запасе у пациента, чтобы она, иммунная система, просто начала работать. И это всегда надо учитывать. То есть это такая работа на будущее. Да, когда мы достигаем эффекта, это, безусловно, плюс, потому что чаще всего достигнутый эффект длится долго, вплоть до того, что мы отменяем терапию, а эффекты сохраняются, и они сохраняются годами. Можем мы говорить об излечении, не можем, пока не ясно, что мы можем долго контролировать меланому. Это факт. Проблема в том, что этих эффектов не так много, длительных именно. Есть люди, которым иммунная система иммунотерапии не помогает вообще. И мы на сегодняшний день не можем сказать, что вот одному поможет, другому не поможет. У нас есть общие факторы, которые помогают нам разобраться, что вот кого-то надо лечить более агрессивно, кого-то менее агрессивно. Но в целом это общие факторы, отражающие неблагоприятные прогнозы и большую агрессивность болезни. А таких специфичных факторов, по сути, нет. И приходится полагаться на опыт врача при выборе, когда у нас есть возможность выбора разных вариантов лечения. Что касается безопасности. У нас часто на предыдущих школах пациенты говорят, что иммунотерапия, они выбирают иммунотерапию, потому что это безопасное лечение. Но вот перечень нежелательных явлений. Да, при таргетной терапии чаще всего красная, это самая частая из строчки нежелательное явление. При таргетной терапии, да, безусловно, чаще встречаются нежелательные явления, чем при иммунотерапии. Но в некоторых ситуациях такие, например, нежелательные явления, как диарея и калит, чаще встречаются при иммунотерапии. И вы обратите внимание, здесь частоты достаточно немаленькие. То есть это нежелательные явления, которые могут быть отсрочены, которые могут продолжаться после окончания лечения, и которые могут длительно влиять на пациента. Поэтому риски при иммунотерапии достаточно высокие. И, собственно говоря, не меньше, чем при других вариантах лечения. И вот тут ученые пытались как-то сравнить, что лучше. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. И сделали вот такую шкалу. Значит, здесь чем выше находится точка, тем безопаснее лечение. И чем правее, тем эффективнее. Если мы посмотрим, стандартная химиотерапия – это не очень эффективная, но очень безопасное лечение. Иммунотерапия антипедиа-1 – это одно из самых безопасных, получается, но при этом с умеренной эффективностью. Таргетная терапия, получилось, что это самое эффективное, но далеко не самый безопасный вид лечения. Но умеренная безопасность, вероятность нежелательных явлений 3-4 степени, порядка 40%. А вот комбинация иммунотерапевтических средств, когда мы хотим сложить 2, а то и 3 средства вместе, она весьма и весьма небезопасна. Да, она, возможно, более эффективна. Поэтому комбинированная стратегия здесь требует очень большой осторожности. Что надо отметить? У нас есть на сегодняшний день действительно несколько вариантов лечения, лекарственного лечения злокачественных опухолей. Естественное желание – это взять все эффективное, сложить вместе, чтобы наконец-то дожать болезнь. К сожалению, так это не всегда получается. Мы можем, сложив все вместе, получить непереносимую токсичность, и про болезнь мы, конечно, думать перестанем, но не потому, что она прошла, а потому, что нам придется лечить осложнения. Поэтому здесь важно соблюдение принципов – это рациональность, последовательность, безопасность и комплексный подход. То есть, да, у нас есть новые методы лечения. Да, они более эффективны, чем химиотерапия, но это не значит, что химиотерапия не имеет эффекта, и мы иногда приходим к той ситуации, что у нас мы попробовали таргетную терапию, возникло прогрессирование, попробовали иммунотерапию, она не помогла. Нам все равно пациент хочет лечиться, нам все равно что-то надо делать, но у нас остается только химиотерапия. И при этом и она может помогать. Да, ее эффективность невысока, но те пациенты, у которых развивается эффект, длительность эффекта сопоставима в среднем с таргетной терапией. Поэтому здесь важен рациональный подход. Использование самого эффективного по возможности максимально рано, чтобы получить как раз этот максимальный эффект. Использование последовательное, не смешивание препаратов, которые не доказали свою безопасность и эффективность вместе. Потому что, например, логично предположить, что если мы возьмем таргетную иммунотерапию, то все будет хорошо. Но первые исследования пока не поддерживают этот оптимизм. Возможно, вот сейчас конференция новая, сейчас крупная мировая, открывается буквально в субботу, возможно, там будет какая-то новая информация. Возможно, в октябре будет новая информация с другого уже конгресса по сочетанию таргетной терапии и иммунотерапии. Но на сегодняшний день это сочетание не оправдано. Потому что оно вызывает большое количество нежелательных явлений, и оно не приводит к такой вот уж прибавке в эффективности лечения, которая ощутима, которая стоит того. Комплексное лечение тоже про это не надо забывать. Если в ранних стадиях хирургическое лечение – это основа нашего лечения, но мы пытаемся снизить риски прогрессирования в эдивантной терапии, и надо понимать, что это именно лечение рисков. Это не абсолютная какая-то вещь, потому что для профилактического лечения есть группа пациентов, которым оно не нужно. Мы просто не знаем, кто это люди. Есть группа пациентов, которые запрогрессируют гарантированно, если мы не будем их лечить. А если мы будем их лечить, будут вылечены. Это, в общем, целевая группа этого лечения. И есть группа пациентов, которых мы, даже если будем лечить, они все равно запрогрессируют. То есть там, где лечение не поможет. К сожалению, на сегодняшний день нет факторов прогнозировать, будет помогать это или нет. Мы смотрим вместе. Если большая доля пациентов дольше живет без прогрессирования или имеет дольше продолжительность жизни, мы рекомендуем это лечение. Но в какую группу подойдет каждый конкретный человек, мы не знаем. И это тоже надо понимать. Бывают факторы, которые препятствуют лечению или увеличивают риски непереносимости лечения. В таких случаях надо очень аккуратно подходить к его назначению. В метастатическом процессе хирургическое лечение, локальные методы лечения, они реально могут помогать. Если мы уберем опухолевую массу, любой метод лечения будет работать более эффективно. Если у пациента есть метастатическое поражение головного мозга, то в принципе стереотоксическая лучевая терапия ликвидирует его. С одной стороны достаточно быстро, а с другой стороны дает шанс для других методов, чтобы длительно контролировать этот процесс. Поэтому здесь важна и комплексность лечения. Безусловно, любая такая комбинация должна базироваться в первую очередь на том, что пациент может перенести этот метод, и только тогда назначается и выбирается эта комбинация. Итак, уже подходя к заключению, хотелось бы сказать следующее. Безусловно, сейчас мы находимся в другой эре лекарственного лечения меланомы. Мы действительно можем существенно увеличить эффективность лечения современными методами. У нас на сегодняшний день появилась реальная возможность длительного и строкого контроля над болезнью, невзирая на ее стадию. Мы этого можем достигать, и мы стараемся всегда этого достичь. Но для достижения наилучшего лечения надо соблюдать эти принципы назначения и рационально подходить ко всему плану лечения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...